Вот в случае с бактериями... Не хочешь насекомых? Не хочешь, нет. Хорошо, сейчас будем говорить про бактерии. Просто всегда есть, смотри, всегда есть вот это вот соблазн, да, перенести какие-то тезисы из науки, особенно из биологии, это часто берут, это к чудовищным социальным последствиям зачастую приводит, и поэтому мне хотелось бы часть из них разбить, часть из них как бы проверить на прочность. И вот там из того же ролика, например, в случае с бактериями колония, в которой популяция халявщиков превышает популяцию альтруистов, она в какой-то момент схлопывается. Вот когда мы говорим об общественных процессах, тоже складывается такое впечатление, что на определенном этапе альтруизм и любовь к ближнему, и сотрудничество, оно приводит к некоторому рывку, и потом постепенно-постепенно-постепенно по мере того, как общество начинает обрастать какими-то фрирайдерами, оно начинает схлопываться. И насколько это корректное сравнение, или это просто схожие процессы, никак не детерминированные. Смотрит человек на солнце, говорит, вот солнце как человек, встает, идет и закатывается. Это просто общая логика процесса. Конечно же, у бактерий не существует никаких способов бороться с этим. То есть они просто наращивают численность и уходят в депрессию численности, опять наращивают численность и обратно. Вот, у нас существует система сдержек противовеса. У нас есть возможные этические, социальные способы регулирования количества фрирайдеров. И у нас вот это вот, ну сколько там, 10-15% условных, они остаются в динамическом равновесии. Они, видимо, никогда никуда не денутся, потому что быть жуликом и паразитом выгодно. И это, в общем, с этим ничего не поспоришь. Но существуют разные, очень категорические порой способы давления на вот эту вот часть, которые не дают им даже умножаться. В отличие от эволюции инстинктов, где ты просто, одна популяция берет верхний, другой человек может себя переизобретать на уровне как раз вот этой рефлексии, где один и тот же человек вчера ему свойственно было альтруистичное поведение, завтра ему будет свойственно менее альтруистичное поведение, просто в силу, как реакция на изменяющуюся среду. Да, да, да. То есть здесь уже подключается нарратив, подключается история. Ты всегда часть истории. Наше вот это бесконечное рассказывание какого-то текста, то есть в жизни человека есть текст. Мы изобрели речевую модель, и теперь всё, что с нами происходит, существует у нас как последовательность событий и как последовательность каких-то речевых событий в нашей главе. Вот. И если мы переписываем себе этот нарратив, мы ведём всё по-другому. Просто мне очень понравился этот аргумент с ОСами и о том, что... о том, что по мере того, как родовое... родовое, неродовое, господи, родственный альтруизм разрастается, появляется нужда в полицейском факторе. Да, он усиливается. Потому что когда ты смотришь на то, как развивается... Как здесь лепнет. ...то, как развивается общество, ты наблюдаешь те же самые процессы. И, условно говоря, даже какие-то явления, которые были нормальны в Европе 60 лет назад, сегодня становятся менее нормальными, но встречаются, например, в Японии. Я 4,5 минуты хотел поговорить про Японию. Я могу сейчас брать байку про Японию. А я много где жил. Я практически в Японии объехал. На всех островах был, посетил больше 60 градов. А был даже на острове Ириамото. Знаешь, это самый дальний остров Окинавы. Там водится редчайшая ириамотская кошка. Ах ты, ёшки. Которая только там существует. Я даже до Окинавы не доехала. А я доехал, я на Ишигаки был, на Ириамото был. Я очень хорошо поездил, там всё-всё-всё посмотрел. И самое потрясающее. Япония – это очень гомогенное общество культурно. И там до сих пор встречаются вещи, которые сегодня абсолютно немыслимые. Даже в какой-то Франции и Великобритании. Что я приезжаю в какой-то город, заходишь в магазин, ты просто нет продавца. Там стоит миска написана, типа платить сюда. И, в общем, никому не приходит в голову не заплатить. Потому что все друг друга знают. С одной стороны. С другой стороны, культурный код. Он настолько един, что полагаться на такой обычай достаточно эффективно. Что-то, от чего европейское общество сегодня полностью отказалось. При этом Австралия – совершенно не гомогенное общество. Более того, базис которого формировался на отрицательной селекции. Британия отбросила какую-то свою очень неугодную часть. Потому что слабко лепрозорие на другой конец земли. В Австралии то же самое происходит. Я поняла. То есть мы очень долго выбивали... Просто это так... Смотри, там есть то же самое. Я думаю, что здесь не исключительно в гомогенности общества и в гиперценности этического кодекса для японцев, который, как мы сейчас выяснили, как я начала рассказывать тебе, имеет тоже некую генетическую подопреку в связи с их удивительной мононаминоксидазой. В Австралии, вот ты ездишь, когда по нацпаркам, там есть кемпграунды. То есть это практически такие вот полу... Ну, не отельчики, конечно. В общем, там очень много всяких услуг, которые тебе австралийская кодекса предоставляет... Даже не то, что бесплатно, а ты посреди леса. Вообще просто вокруг тебя нет никого, нигде на несколько сот километров. Но у тебя есть интернет. И ты по этому интернету платишь до немало денег, кстати. Там по 100 и стоит за ночь где-то долларов 25. В Австралии и Новозеландии в плане интернета это вообще проклятые места. Потому что это конец. В смысле, там хорошо или там... Нет, там очень плохо. Потому что это не транзитная зона, и по факту тебе нужно прокладывать... Ну, в Новой Зеландии это особенно плохо. В Австралии чуть получше. Туда кабель прокладывается специально для очень небольшой популяции, поэтому на очень большие расстояния. Поэтому там все дорого. Интернет медленный. Нет, ну, в смысле вот там, где есть интернет, там будет себе табличка, что вот, пожалуйста, зайдите по этому сайту, заплатите нам 25 долларов за ночь. И ты понимаешь, что никто никогда тебя здесь не застукает за тем, что ты не заплатил 25 долларов. Ты платишь, потому что это общество устроено так, что оно не подразумевает возможности... То есть фрирайдерство для них осуждается на каком-то таком уровне, что даже ты абсолютно внешний человек как-то считываешь, что это как-то очень фу. То есть если, например, для русского... Мне вообще кажется, что русская национальная идея это лайфхак. Как только ты видишь систему, ты видишь, как она устроена, и ты понимаешь, что... О, ну а тут-то, мне кажется, и поперло. Я подумала даже, что может быть в этом какая-то причина того, что в Австралию настолько неохотно дают визы людям из нашего всего, вот этого веселого лагеря, потому что эта система не имеет никакой защиты от людей, которые всегда воспринимают систему как личного врага. В России это как раз проблема в том социальном кодировании, которое мы получили в советское время и ещё в царское время, где, ну, по факту, человеку ничего не принадлежало, и он воспринимал как бы... Если ничьё, значит, ничьё. Всё круглокожное, всё круглокожное. Так что это как раз очень хорошо нам иллюстрирует момент социального программирования. Но если говорить... То есть это не к гомогенности, а есть какие-то другие ещё... Если говорить... Ну, просто в случае с Австралией, то на самом деле, по-моему, говорить про гомогенность вполне себе корректно. Да, там существуют бушмены, существуют вот эти вот indigenous people, как-то по-русски, ну, не папуас, не хочется слово папуаса использовать. Аборигены. Аборигены, да, слово забыл. Существуют аборигены, но если говорить о европейской колонизации, то она там как раз была значительно гомогеннее, чем в Соединённых Штатах. Да, это, конечно, самый белый на территории. Мало того, что самый белый, он ещё как раз состоял из англичан, в отличие от колонизаторов в Соединённых Штатах, где там были и датчане, и португальцы, и французы, и кто вообще хочет. Хорошо, принято. Да, может быть, в этом есть какой-то кинг-компания. Опасная мысль тоже такая. Я склонен считать, что здесь как раз культурный фактор имеет более значительное влияние. Просто, возвращаясь уже к разговору о ассимиляции, что такое ассимиляция, это как раз культурное репрограммирование. Ассимиляция может ассимилировать определённое количество людей одновременно. Не больше? Культурно. Ну, в смысле, есть какая-то ёмкость? Нет. Ёмкость территории? Нет, конечно, нет. Имеется в виду, что в какой-то момент просто если в какой-то момент начинают ассимилировать тебя, или в какой-то момент возникает конфликт по принципу как раз фрирайдерства, где слишком большое количество людей начинает воспринимать твой альтруизм как слабость и как этот вопрос. Брови, понимаешь, я очень плохо формулирую сегодня. Я утро всё провёл в организации адвокатов и обысков, поэтому я немножко приготовился хуже, чем хотел, к сожалению. Давай ты достанешь твой вино и будешь его пить. Нет, этого я не буду делать. Давай тогда поговорим. Он часто вот так вот упирается. Всегда, всегда. Нет, я пью только с гостями. Есть какие-то способы споиться этого? Нет, нет, нет. Меня никто никогда не видел пьяным, и этого не произойдёт. Нет, не в этом смысле, но если у тебя было тяжёлое утро. You have one old message. Tuesday, 5.48 a.m. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»